Рубрика «Инфошум» традиционно представляет моя коллега Карина Мухудинова. Карина, приветствую. Привет, Тихон. Кто о чем шумит? Ты хочешь... Сначала я у тебя спрошу. Ты хочешь посмотреть, как бы выглядел Дональд Трамп, если бы он был обычным человеком? Предположим. Ну вот, посмотри. Посмотри, какой красавец. Как тебе? Похож, скажем так. Похож. На Михаила Горбачева немножко. Пользователь Твиттера под ником Stone Cold Тихон решил опубликовать фотографию президента Трампа в естественном, как он говорит, виде. То есть без загара и без пересаженных волос. Представляешь? И вот зачем он решил это сделать. Я хотел посмотреть, что произойдет, если я возьму естественный цвет кожи вокруг его глаз и применю его ко всему лицу, а также уберу пересаженные волосы и цвет, который дает краска для волос. Я полагаю, что Дональд выглядел бы вот так, если бы был обычным человеком. Опубликованная им фотография сразу стала вирусной. За два дня ей поставили 70 тысяч лайков, под постом оставили больше 7 тысяч комментариев, а еще о снимке написали сотни российских изданий. Но ведь это обычный фотошоп. Конечно, как только отредактированный снимок был опубликован в интернете, его сразу же начали обсуждать в соцсетях. Причем звучали совершенно разные точки зрения. Одни писали, что президент США не похож на ведущего телевикторину наконец-то. Другие сравнивали Трампа с Владимиром Путином и Михаилом Горбачевым. А еще с Гринчем, Волан-де-Мордом и Голумом из «Властелина колец». А некоторые и вовсе подчеркнули, что такая внешность Трампа внушает большее доверие. Но в русскоязычной прессе реакцию на фото интерпретировали совсем иначе. Традиционно, вынося в заголовки только унизительные комментарии пользователей, большинство изданий написали о том, что Трампа выясмели в сети. Тем временем американские издания никак не отреагировали на эту публикацию в Твиттере. Ну, возможно, потому что пользователь с ником Stone Cold был далеко не первым, кто доказался изобразить президента с естественным цветом лица. Ведь о внешности американского лидера часто пишут и в США. Ну вот, например, на прошлой неделе газета New York Times посвятила целую статью «Тайни загара» Трампа. Журналисты ведущего американского издания опросили анонимные источники в Белом доме и даже одного дерматолога и пришли к выводу, что Трамп либо регулярно ходит в солярий, либо пользуется кремами для загара. В самом Белом доме нетипичный такой цвет кожи Трампа объясняют хорошей генетикой. Вот видишь, как цвет кожи и как волосы могут стать поводом для обсуждения. Вообще, конечно, удивительно, как фотошоп из Твиттера становятся темой для обсуждения в СМИ. Дивный новый мир. Спасибо. Карина Махудинова с очередным инфошумом.